Доброе утро! Что ты заулыбалась, естественно? Да, потому что у нас в гостях сказочные герои. Мы хотим вам представить. Азат Нигматуллин, это актер маленького театра Дома Музыки. И Галина Суворова, тоже актриса маленького театра Дома Музыки. А также у нас представитель. Они же лисица, подожди, они же лисица и зайчик. Да, а также солист из дуэта братьев Шаровьевых Даниил. А также, надо самое-то главное, режиссер, заслуженный работник культуры Российской Федерации Валерий Долганов. Доброе утро! Доброе утро! Перед разговором, давайте посмотрим. Я думаю, вначале мы послушаем. Может быть, с помощью волшебной музыки появятся и наши герои. Ну, вам как режиссера. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво! Какая, какая прекрасная музыка! Очень-очень понравилась! Согласен, согласен. А мне еще больше понравилась! Нет, мне больше понравилась! А мне еще больше! А мне кажется, что мне больше понравилась! Да я даже танцевал! А я хотела попевать, но слов не знала, вот! Ну вот, а мне больше понравилась, потому что я знал, какие движения делать под эту музыку. А вообще, а у меня вот избушка есть, она у меня ледяная! А у меня лубиная! А вообще, я вот очень телевидение люблю! А я радио! Да! Так, друзья мои, давайте не будем спорить. Давайте лучше пригласим наших маленьких телезрителей, а может быть, и взрослых телезрителей на спектакль, где вы будете исполнять главные роли. И, конечно же, конечно же, расскажите о том, где и когда это будет. Приходите в дом музыки к нам на спектакли. Да, ребята, приходите к нам в гости! Если хотите узнать, как обрести и потерять недвижимость в одну секунду, приходите к нам! Лиса вам расскажет! Да, ну, конечно же, мы ждем вас, уважаемые телезрители, уважаемые земляки, екатеринбургцы, на наши новогодние представления, которые состоятся в новогодние праздники в доме, где живет музыка. Ну, а кроме наших азартных и интересных героев, конечно же, вас ждет красивая новогодняя музыка. Она будет живая, будет звучать аккордеона, точнее, два. В общем, приходите, будет весело. И добавлю, у нас в гостях будут специальные приглашенные гости, знаменитые новогодние кудесники и волшебники Дед Мороз и Снегурочка. Вот так вот выглядит утренний экспресс в году так 25-м, наверное. Ты понимаешь, да, что мы здесь уже, ну, все, не нужны. Но все-таки подоздаем вопросики. Да, все состоится. Вы так про это все рассказали подробно, очень заинтересованы. Скажите, когда? Подробно это новогодние кунику, начиная с 28 декабря по 5 января ежедневно. Кроме 1 января, я знаю, что в этот день все-таки мы любим сходить погулять, покататься на лыжах и обязательно сходить в гости к большой живой елке. А в остальные дни до 5 января в 10.30-12.30 узнавайте точно по телефону Дома Музыки и точное время. Мы вас будем ждать всех. Какого возраста? Ну, я думаю, наши актеры и... С какого, понятно. А вот по какой? Вот верхний принес. Здесь есть ограничения, естественно. Да, мы определили эту планку до 103 лет. Дело в том, что старше уже будет не очень интересно. То есть они все-таки повидали мир, повидали жизнь и были на многих новогодних праздниках. Сашке Копылову передай, чтобы... Хорошо, договорились. Так, у нас есть живая музыка, у нас есть кукольный театр, это все фоспектакль. Не много ли всего намешано вот в этом действии и не будет ли расфокус у деток? Нет, я думаю, что нет. Все-таки главное в нашем маленьком театре Дома Музыки это музыка. Поэтому все наши спектакли отличаются от спектаклей, может быть, наших коллег тем, что только живая музыка, только профессиональные музыканты, настоящие волшебники своего дела. Живые актеры обязательно. Ну, а куклы, наверное, это просто дань традиции новогодним праздникам, потому что без игрушек, без веселых персонажей обойтись нельзя. Хотя наши ребята справляются и без этих чудесных актеров. Хотя, ну, мы их полюбили, наверное, будем думать о том, как взять их в штат театра. Слушайте, я не могу не отметить, что сами куклы, они похожи на ребят живых актеров. Вы делали их сами специально? Или с вас лепили? Не скрою, наш художник, художник-постановщик Людмила Гусарова посмотрела фотографии актеров, посмотрела фотографии режиссеров, музыкантов и попыталась сделать, ну, какие-то, может быть, намеки, некий легких шарж на нас. Ну, если кукол сравнивать с питомцами, то они как-то должны все-таки походить на своих хозяев. Галина, Азат, скажите, пожалуйста, вот каждый театр, да, накладывает свою, так сказать, печать. Вот если это драматический, то как бы мы и проживаем драматически. Если это тюз, то там свои. А кукольный, вот обязательно такой вот голосочек. Вот в жизни он как проколы есть такие, когда вот и выпирает этот голос. А там как бы сама сказка так построена, что как бы это не совсем кукольный театр. Это как элемент. Да, точнее, у нас совсем не кукольный театр. По тому анонсу, который дал Заяц, есть ощущение, что он немножко осовремененная такая сказка. Да, возможно, мне кажется, судя по тому, что у него есть очки, он читает много и много знает. По крайней мере, больше, чем режиссер. Но далеко ли ушли от оригинала? Нет, прям один шажочек маленький. На самом деле, это все-таки наш спектакль по мотивам знаменитой русской сказки «Заяц, петуха, лиса». Ну, а мы добавили еще одно волшебное слово «Новогодние чудеса». Ну, прекрасно. Еще раз давайте напомним, когда можно прийти. И стоимость, кстати, немаловажно. Ну, вы знаете, мы так оторваны от кассы. Она находится в другом крыле. И, честно говоря, я не знаю стоимость билета. Но я думаю, что это очень доступные цены. Наш небольшой камерный зал приглашает на этот спектакль примерно 60 зрителей и не больше. Потому что это вот такая маленькая камерная сказка. Что касается дат, еще раз напоминаю. С 28 декабря 2019 года ежедневно два спектакля по утрам будут играться. И со 2 по 5 вновь спектакль пойдет на сцене Дома музыки два раза в день. Кстати, кроме этого, в Доме музыки, если кто-то придет и не обнаружит билетов на этот спектакль, существуют другие музыкальные детские новогодние сказки. Это и встреча со знаменитым оркестром Бах. Это с хором Доместика можно посмотреть сказку «Летучий корабль». Теневой театр представит несколько названий других. В общем, будет интересно. Будет очень музыкально и волшебно. В общем, планируется интересная новогодняя канюкла в Доме музыки. Последний вопрос, да, прежде чем мы пойдем дальше. Вот если я захочу прийти с ребенком, как у вас устроен зал, зрительный зал именно? Потому что в некоторых помещениях есть возможность просто ребенка отдать вперед, и он там в первых трех-четырех рядах сидит. Мне кажется, вы были у нас. Мы сделаем точно так же, но, по крайней мере, маленькие стульчики рядом со сценой, с нашими актерами обеспечены. Взрослые могут сесть чуть-чуть подальше, дабы следить за своими чадами, ну и, конечно, за спектаклем. Обязательно это будет. Ну, то есть, все-таки, если маленький ребенок, то можно взять его с собой и на коленочки посадить. И это тоже возможно, да. Ну, а если вы доверяете своему ребенку и доверяете театру, который располагается в Доме музыки, можно оставить его одного наедине с музыкой, ну и словом. И волшебным представлением. Давай еще раз представим всех. Итак, у нас были в гостях не только Заяц и Лиса, но и Азат Нигматуллин, Галина Суворова, Даниил Шаравьев. И режиссер всего этого замечательного действия Валерий Долганов. Спасибо вам большое. Ну, а мы же вместе с вами сейчас переходим к самой настоящей детской рубрике «Копошилка».